Я недавно шел и взял у соседа из почтового ящика вот такую вот штуку. Ну я там минут 15 где-то ковырялся, пытался достать, и наконец-то я ее вытащил, достал. И у него красивая какая-то посылка. Но, в общем, зачем она мне? Ну, во-первых, посылка, я не знаю, что в ней, поэтому мне нужно как-то узнать, что в ней. Ну, вообще, по правде говоря, когда я достал, я что-то в свой почтовый ящик забыл заглянуть. Ну это ладно. Главное, я у соседа в почтовом ящике что-то укрою. Красивую посылку какую я нашел. Вот. Ну вот тут вот есть такая вот, как мне кажется, что это тут клей какой-то. Или оно припаяно чем-то что ли тут вот, потому что какие-то складки. Ну-ка, надо это посмотреть. Нет, это, наверное, не с этого. Может, с другой стороны? А может, оно как-то изнутри открывается? Ну, вообще, я помимо посылок у соседа беру там газеты. Вот, это старые, это еще с прошлой недели, по-моему. Но они, я их все равно там не читаю. Вот, ну-ка, сейчас. Я же хочу... Нет, так ничего не видно. Вот, у меня другой есть увеличитель. Да! Там, кажется, что-то есть. Да, это клей. Там, в общем, вот эта вот штука, она приклеена клеем. То есть, я могу взять вот так вот и оторвать. Но, есть риск того, что оно может оторваться. И, как бы, потом будет, в общем, очень плохо. А я хочу, знаете что? Я хочу взять, аккуратно раскрыть. И посмотреть, что там внутри в посылке. Если там какая-нибудь, ну, я не знаю, зеркальце с помадой, то, конечно, я положу, закрою назад. Ну, для этого я и открываю. Как бы, хочу скрыть посылку хорошо, чтобы потом ее запаковать. И, вот, посылка пришла, забирайте. А если там какой-нибудь телефон лежит, то посылка не дошла. Вот. Но, есть, у меня такое, ну, я так вот думаю, что, как бы, будет очень сложно взять и ее вот так вот открыть. Нет, конечно, я думаю, что можно, но это очень рискованно, потому что, ну, сосед, скорее всего, это уже заметит после восьмого раза, но... мне, в общем, надо будет, ну, если вдруг там какая-нибудь фигня, вернуть ее назад. Вот. То есть, вот тут вот, когда я вот чуть-чуть, видите, посмотрел, вот, я чуть-чуть скрываю, и тут вот клей видно, что тут вот клей, что... и он даже, ну, как липкий такой. Вот. То есть, тут клей, я это понял. И что я, как бы, хочу вам этим сказать, что этот клей можно убрать одним таким простым предметом. Вот, посмотрите. Вот я вот так вот, когда чуть-чуть начинаю тянуть, вот тут вот виднеется клей. Вот. Видите? Клей. Вот белый такой. Чуть-чуть. Но, это, чтобы все снять, я это не смогу, потому что это... она может в любой момент там вместе с вот этой вот черной, с этим черным пакетом порваться, а потом, что мне делать? Поэтому я хочу аккуратненько ее вскрыть, эту посылку, посмотреть, хорошо-плохо выбрать, надо мне это или не надо, ну, и по желанию вернуть вот эту вот посылку моему соседу. Вот. Значит, что мне нужно для этого, чтобы аккуратно вскрыть мою посылку? А, вообще, для этого мне можно было бы взять, там, ножницы, например, ну, потому что, ну, как, не чтобы разрезать, а чтобы, например, аккуратненько подцепить и открывать, ну, или там ножичек какой-нибудь. Но, есть все гораздо проще в несколько раз. Вот такой вот обычный фен. Вот. А феном я хочу взять и, ну, как бы согреть его. Вот так, феном, в смысле, согрею, а потом клей, как, растает, я потом спокойненько ее, ну, как, клей нагреется, я ее уберу, эту, ну, как, вскрою посылку. Вот. Ну, потому что это обычно так всегда и делают. ну, я. И это, как бы, уже мной пройдено, поэтому я знаю, как это делать. Вот. Но, я видел, как это делают, но сам, вот, решил сделать так. Вот. Значит, тут на фене, ну, я думаю, у меня такой снег необычный, там температуру я не буду включать на максимум, потому что я боюсь, что я вот этот вот сам пакет, в котором посылка, я его расплавлю, а потом вдруг мне на самом деле не понравится, а придется возвращать, и я не верну, а потом мне придется с этой помадой и оставаться. А я не хочу эту помаду. Вот. Поэтому я беру, включаю фен. Так. Нет, сначала тут вот красненькая такая кнопочка, чтобы он работал. вот, все, я включил. Пока он еще не работает. Давайте, ну-ка, проверим, работает, не работает. Да, все, фен работает. Вот. Ну-ка, проверю, как он. Так, главное, посылку раньше времени не расплавить, а то я ее нагрею, а когда надо будет, она уже расплавится. Вот. Так. и так, ну-ка, как мне надо. Я, наверное, буду вот так вот греть, а потом буду ее, ну-ка, ну-ка, короче, включу фен, и он будет нагреваться, а я буду вот так вот ее открывать, эту посылку. Ну, то есть, вот так, вскрывать. Итак, начинаем, значит. вот так вот. Вот, посмотрите. Вот, видите, я ее вот... Феном профенил. И она, вот видите, уже открывается. Так, фен пока я тут вот выключу. И все. А теперь вот так вот я спокойненько снимаю. То есть клей тут убирается... Ну как? Оно все тут снимается без проблем. Вот, видите, я дальше вот так вот просто беру. И снимаю. О, тут уже виднеется посылка, мне кажется. Сейчас посмотрим, что в посылке. Так, ну-ка. Так, ну-ка. Так, ну-ка. Так, ну-ка. Так, ну-ка. Вот. Вот. Почти уже. О, вот. Все. Так, это я открыл. вот все вот значит вот тут вот посылка а она еще вот так вот опа то есть вот такой вот мешочек вот в такой вот пакетик была упакована наша не наша соседа посылка но сейчас она наша ой там что-то похоже реально какое-то зеркальце ты че такое пойду скажу соседу что его посылка пришла трень какая-то а а в а а а а Продолжение следует...